Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня снимала видео, как отпугнуть вредителей, именно луковую муху от лука. И сейчас буду готовить табачный настой, который очень эффективный, старинный рецепт, которым пользуется очень-очень много лет и всегда он работает. Вот уже в прошлом году, нет, в прошлом году, уже в конце мая или начале июня, мне начали поступать сообщения, что случилось с моим луком. Зашел лук хороший, желтеют листья, остановился в росте, как бы затормозился. Что с ним не так? Вроде погода хорошая, почва влажная. От чего он засыхает? Он не засыхает. Чаще всего это вредители. Скорее всего это луковая муха, у которой сейчас лед в мае. Если у вас погода хорошая, если нет дождей, она скорее всего обязательно найдет ваши луковые грядки. И те, кто при посадке не добавлял никакие ни табазола, ни табачной пыли, ни дегтя, ни нашатырного спирта, но все вот эти отпугивающие, дурно пахнущие всякие вот эти препараты, то скорее всего они все под угрозой вашей грядки, и луковая муха обязательно там отложат личинки. Они тут же начнут пожирать лук, и они вроде бы сначала и не видно их. Просто лук затормозится в росте, листья пожелтеют, кончики начнут желтеть, он начнет увядать. Если вы выдернете луковицу, то будет донться ее уже такое, ну как, ненормальное, нездоровое. Будет плохо, такой запах нехороший, он как уже подгнивающий. Не буду углубляться, будет очень плохо, нужно сейчас сразу начинать готовить табачный настой. Это очень простое средство, не надо ничего покупать. Один раз в сезон купили табачную пыль, и потом опрыскивать по листу, поливать грунт. Вот этот запах именно настойки, многодневной выдержки, луковая муха, она на дух не переносит. Она будет облетать мимо ваших грядок, туда куда-то полетит к соседям. Делается очень просто, я сейчас покажу. Но тут самое главное, очень сложно свешить, определить вес табака, потому что он намного легче воды. Я делаю на 5 литров, вообще рецепт такой, на 10 литров, 200 граммовый стакан табака и 30 граммов хозяйственного мыла. Все это заливаете горячей водой, вот в такую вот бодейку, в баклушку, и настаивается 10 дней. Потом можно делать опрыскивание, можно делать, даже поливать там где-то между грядками. Но так как я делаю мало, я делаю на 5 литров. Это значит 50 граммов мне нужна табака. Вот такой стаканчик, вот я свешила 54 грамма, 200 граммовый обыкновенный стакан, вот столько в стакане, это на 5 литров. На 10 литров полный, вот если вот у вас, например, обычные какие-то граненые есть стаканы, или простые стаканы, которые у вас в обиходе, вот такой полный стакан, 200 граммовый, будет весить 100 грамм. Это как раз норма на 10-литровое ведро, потому что табак легче намного воды. Если остальные жидкости я взвешивала на весах, они совпадают, например, то табак нет. Вот 50 граммов. Всё, этот табак. Как всегда берёте тару, самую-самую ненужную, самую старую, для таких, вот как дёготь, бордоская смесь. Я беру всегда из-под воды вот эти баклуши, которые потом не жалко выкинуть. Вот и всё приготовление. Я налила сюда горячей воды, но не очень горячей, чтобы эта ёмкость не съёжилась. Она же бывает, как если кипяток совсем нальёшь, она съёживается. Я сейчас её закручу, всю переболтаю, и вот это прекрасное, эффективное, отпугивающее средство от луковой мухи у вас будет готово через 10 дней. Обязательно вот сюда приклеиваю этикетку с датой, когда я её начала делать, чтобы мне было ясно, когда она у меня приготовится. Мыло я сейчас сюда не добавляю, потому что я в прошлом году куда-то спрятала хозяйственное мыло подальше, нынче найти не могу. Но повторю ещё раз, для того, чтобы луковая муха облетала ваши грядки стороной, нужно уже сейчас поставить эту настойку, пусть она настаивается. Как только лук вырастет, например, 3-5 см, или можно даже, когда он только покажется, всё, пожалуйста, обрабатывайте свои посадки лука настойкой из табачной пыли с хозяйственным мылом. Прекрасное, эффективное средство, и больше, возможно, даже ничего вам делать не придётся. Но можно потом ещё разложить пугачи, намазанные дёгтем тряпочки в междуряде. И всё. Никаких вредителей, никаких сухих кончиков лука у вас не будет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это приготовление различных средств, отпугивающих от вредителей лука.